Привет, друзья! Такую ложку мне дали размером с меня. Хочу дать вам один совет, точнее пояснить один момент. Когда вы в Италии пьете кофе, вы должны понимать, что здесь есть специфика, которая заключается в том, что кофе у барной стойки, вот вы заказали в баре, вам дали, вы на стойке его выпили, будет стоить дешевле, чем если вы сядете за столик. То есть у стойки называется альбанку, да, вам видите, человек подходит, заказывает, выпил и ушел. Или за столиком называется альтавуло. Это на самом деле законодательная штука. То есть вот в старых барах можно увидеть, там висит даже такой закон, прописаны цены, там в уголке обычно висит. Нужно сказать, что это не злоупотребление. То есть так была создана итальянская система баров, да, и культура потребления кофе, для того, чтобы ускорить процесс. То есть человек выпил, с бариста переговорил, ушел, не занимает места, не надо чистить столики. В утренние часы, когда идет потребление кофе в баре, там сумасшедший поток, не до этого. Ну и поэтому стимулировали вот таким образом. И вот это итальянское потребление апьеги, да, на ногах, да, или у стойки альбанку, это, конечно, потрясающий феномен. Его практически нет нигде в мире. Практически нигде. Хотя это, ну, интересная штука. Вот. Но вы все-таки должны знать, что очень часто во многих местах, сейчас меньше на это стали обращать внимание, но когда вы сядете за столик, кофе может быть процентов на 50-70, а то и в два раза дороже. Особенно вот в исторических кафе, там, в Гампринусе, я когда-то тоже попал на это, в Неаполе, это известнейшее. Будете в Неаполе, обязательно зайдите туда, это уникальное, красивое место. Вот. Но там сразу заряжают тебе, грубо говоря, там, евро 30 стоит, спросите, там, или евро 40, там, в Италии. А там сразу, там, два с половиной, три. Вот. Поэтому такая система существует, вы должны ее знать. Но имейте в виду, что не обязательно сразу брать и садиться. Наши люди привыкли, что надо сразу садиться за столик, и, как бы, это нормально. Нет, в Италии это не то, чтобы нормально или ненормально, это неузусно, да. То есть все это делается за стойкой, быстро с бариста переговорили пару слов. Пошли дальше по своим делам, а бар работает дальше. Имейте это в виду. Да, маленький нюанс, у меня на канале есть видео, которое называется, там, 10 вещей, которые не нужно делать в Италии, когда вы заказываете кофе. И это вот сюжет оттуда. Я просто хотел сказать, подписывайтесь на канал. Я никогда не призывал это делать, но на самом деле есть смысл, потому что я его веду потихоньку. И, в общем-то, не планирую своей жизнью с этим заканчивать. Поэтому интересные, надеюсь, итальянские вещи, вернее, кофейные вещи, в том числе из Италии, там, безусловно, будут. Спасибо, удачи.